Кристина, поздравляю вас с первым успехом. Когда закончилась схватка, как-то не было у вас, кажется, особых эмоций. Ну, спасибо большое за поздравление. Эмоции были, просто нужно было восстановиться чуть-чуть, отдышаться, понять. Вот, сейчас пойду праздновать чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, это ваша первая серьезная взрослая медаль на взрослом турнире. Это самый главный был пока поединок в вашей карьере? Мне кажется, что да, это первые такие соревнования, на которых я участвовала. И была такая очень большая ответственность на меня, потому что многие мои близкие люди рассчитывали на меня. А вы волновались вообще перед финалом? Финал? За тройку, за бронзу? Ну, нет, скорее не волновалась, потому что, ну, поскольку это первые такие соревнования, волнения такого не было, было то, что нужно показать, проявить, и все, волнения не было. Хотел спросить про тренера, потому что на трибуне был, я так понимаю, ваш тренер, и на стуле тоже ваш. Кого вы больше слышали? Слышали ли вообще? Да. На трибунах был мой личный тренер, со мной выходил тренер сборный. Слышала только тренер сборный, потому что на трибуне были крики, там шум, вот, было тяжело слышать своего тренера. Мне показалось, во время вот схватки за бронзу, он даже перекричал трибуну местных болельщиков, нет? Ну да, у него так, в избанке голос очень, но я все равно не особо слышала. Да. Если вспомнить первый раунд, там, первую вашу схватку, там был довольно такой, ну, непонятный момент. Сначала победу отдали испанке, потом долго что-то смотрели, и вам что там все-таки было? Да, она провела бросок на Вазаре, после чего студии пересмотрели, и она взяла захват ниже пояс, и ей дали Хансо Кумаки. А вы, когда прием ее прошел, были уверены в том, что в итоге победа вам достанется? Конечно, нет, я очень расстроилась, когда упала, и потом, когда отдали победу, это было такое счастье внутри, очень большие эмоции. Ну, знаете, такие эмоции смешанные, вроде я упала, и как бы оценка-то ей, а вроде и победила.